Музыка 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 Семенцы, сними нас, смотри. Семенцы, сними нас, смотри. Семенцы, сними нас, смотри. Смотри, какая машина. А вот эти, посмотри. Ух ты. Смотри, там карп выглянет туда, туда, там загорает, лежат. Класс, да? Особенно вот за окошком, когда не видишь берегов. Это здорово. Класс. 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 и обозначает территорию Завельку Великой, называется Завельчье. Вот на Завельче самый древний парень. Короче, пошли. Идем уже, уже пошли. А где эта башня, про которую она говорила? Ну, дальше. Дальше? Это вот эта вот она на той береге, да? Пойдем. Вон, снимись именно из окошка. Да нет, вот штамп идти дальше. Там из окошка, знаешь, как интересно, на речку, на ту сторону. Я снимал. Снимал? С левой стороны, так называемый Ольгин крест, памятник прикладного искусства. Такая легенда. Ольга, уже будучи княгиней киевской, приняв христианство в Византии, приехала в Псков. И стоя на берегу реки Великой, увидела, как в одном месте сошли стрелы чая. Повелела там построить храм Святой Троицы. А в том месте, где вот это видение ей было, был установлен дубовый крест, который присуществовал до 17 века. А затем на этом месте вот этот хостоможен. Это крест 17 столетия поздно. Затем на стенах запотели, плохо видно, там Тихвинская Божья Матерь 17 века. Интересная икона 20 века. Ольга. Чем интересна изображена Ольга. И автор этой иконы Олигий. Может быть, вам это фильме знакомо, мы о нем еще будем говорить в монастыре. Один из настолетов Левского Печерского монастыря. Привлекает обычно внимание и мозаичная туалетия. Она появилась в 40-е годы нашего века. Автор этой работы русский, который эмигрировал в Америку. На Великую Отечественную войну он туда приезжал и эту работу подарил самому. Ну а дальше вы посмотрите, вот иконы Кузней. Такую художественную ценность, и большую они не представляют. Ну и сможете здесь. Ирония Долженная Никола, который поединили, снят из Пасхиского, поднику Ивана Божьей. Иконы. Никола стала Долженой Николой изображен. Здесь рядом с изображением Божьей Матери. Такая тумная и тумная. Вот там гробничок. А медленник? Подвал? Не, ну да. Не, да. Не, да. Ввалилось какое-нибудь хранилище. Не, там раньше подземные ходы были и скрепчить, чтоб можно было выходить. Ага. Теперь поедино считается, что в нем домах в основном. Так или иначе стали сложными. Таких храмов не было. Четыре года выпущены вверх. Завершаются пятью главами. Центральная глава получена в главу. Кого-то 10 лет назад. Собор 18 лет. Другие в главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Не важно. У меня фонарик есть в машине. Посветить фонариком. Темно. Сжигаем спички. Уходит оттуда. Мужика тут какой-то вообще вдруг выныривает из темноты. Бомжара. Не, не бомжара. Береги. Полный поличный. Она, наверное, полностью не перекрывалась. Береги. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Его возводили с 1815 по 1827 год Поставлен он в честь победы корпуса Литгенштейна под Полоцком Эта битва происходила в 1812 году Участие в ней принимали псковские ополченцы Они собирают деньги на строительство храма Монашеские братья вносят свою ленту Вначале хотели собор назвать Софийским В древности была легенда, по которой пещеры, так называли тогда пещеры, отсюда и название монастыря и города, который вырос вокруг него впоследствии Так вот, по легенде пещеры этого монастыря доходили до пещер Киевского Подтверждения этой легенды установились на соборе Михаила и Гавриила Архангелия Построен он по проекту петербургского архитектора русского, стиля русского классицизма Лавка полосферическая, она в наше время уже позолочена, раньше зеленого цвета была Большие оконные краевы, окна, светлые окна, которые бровки темного цвета украшают И крыльничка, вот Академия Карабарь писала о том, что псковичи испытывают какой-то род страсти к крыльничкам Они стоят и у церквей, и у гражданских зданий У каждой древней постройки мы видим вот такое крыльцо Ну и вот эта знаменитая псковская звонница Очень удачно стоим, но чтобы на солнышко не выходить В других городах чаще ставили объемные сооружения, колокольные А псковичи возводят несколько столбиков и сверху прикрывают их кровлей В проемах между этими столбиками вешались колокола И оно может быть вот такой простой, а может быть и массивным сооружением, стоящим отдельно от храма Такое звонец вы увидите в конце экскурсии А звонница это не изобретение псковских зодчиков Но в других городах мы можем тоже встретить Здесь мы с вами находимся в мирной ярости Никольской башне Наверху сейчас продолжение храма Никольского Но он не зубит один из послевоенных на столе этого монастыря Он возглавлял монастырь с 1959 по 75 год Он тоже очень много сделал для монастыря Картины, может быть, они знакомы вам из собрания Ивана Михайловича Ворнова После смерти они будут переданы в музею Трем музея в Москве изобразительный полный путь В Эрмитаже есть его картины и в нашей картинной галереи Из собрания его И сам он до войны закончил училище художественное Он был художником Порожьи Перед вами коляска Императрица Анны Иоанновны Она происходила из Митавы, Елгавы современной Часто ее навещала и путь в то время лежал через Печорский монастырь Она какое-то время здесь останавливалась На дне обрака Такое необычное расположение монастыря в обраке Накладывает отпечаток на весь монастырский ансамбль Как правило, ансамбль в монастыре создавались на ровной площадке Там как можно было широко, свободно поставить здание А здесь вот затесненность пространства Привела к тому, что образовалась такая своеобразная И замкнутая все в стороне площади Ощущение замкнутости создается не только тем, что здание Плотное поставлено, но и склонными обратно Вот, посмотрите, почти повсюду на поверху здания Ну, как бы чаша такая получилась, в которой здание перерасположено Они поставлены таким образом, что при спуске с верхних площадок Насыщенность ансамбля, но с расстраиванием Начинается ансамбль, а в этой павильной площади В этой павильной площади она милая В ансамбле она большую роль Поскольку верующие, которые приезжают на нас Пускаются по кровавой дороге И обращаются в этот павильный площадок Может быть, там не в середине прошлого века Там какое-то время был свечной говоз Там был лазарет, значит Затем там жил нестоятель монастырь Но сейчас там живут старцы монастыря И там же находится класс в воскресной школе В воскресной школе много внимания детям и беда И воскресная школа есть при монастыре И там написано в откликту И в детали Это красное здание это с Радики Которое построено в самом конце 20 века В серго-русском сфере На первом этаже в этом здании Приемная эконома находится Внутри сохраняются фрагменты пресковой живописи 16-го года. Дальше вы видите Срединскую церковь. Первоначально в этом здании, построенном в 17-м веке, располагалась трапезня. Но со строительством новой трапезни, вот это здание решили приспособить под церковь. Были проведены работы по изменению фасадов. Появляются пилястры, ростовка под природный камень. А внутри церковь не перестраивалась совсем. И в интерьере, в архитектурном плане, церковь с собой не подставалась. Там нет даже обстыды. Вот здесь просто часть помещения, которое отделяется от монастыря. И обратите внимание, как у них, естественно, глазки расположены. Они не объявили, само-то же. Вот, для того, как он возглавил монастырь, он был настоятелем Михайловского собора. То есть, жил их здесь уже, в этом же монастыре. И вот идем дальше, на южный путь. Имеет настоящее видо 17 колокола. Большой хумер. И по преданию, три самые большие звуки. Верхний и внизи два страста. Подаренный монастырю царя. Вот самый большой хумер. Первый, следующий лагерь, прозвольный монастыр Борисом Годуновым. На колокола есть надпись, которая об этом следит. Ежедневно здесь можно услышать колокольные звуки. Будь не дни, перед слухой, а праздничные почтные слухой. Эти два больших колокола монахи раскачивают стоя на землю. И вот обратите внимание. Продолжение следует... Семен, подождите, вы очень быстро идете. Семен, подождите, вы очень быстро идете. Семен, снимай нас. Слышь, тут похлеще, чем в этом. Только не ходите далеко, иначе свет... Не, подождите, погруче пещера на Сашке. Подержи свечку мою. Кстати, Киево-Печорские пещеры, они не такие, они у них ухоженные и сухие. Уже пар пошел. Давайте остановимся, а то что зайдем, замерзнем. Зачем остановимся? Кто на правду, кто на него, давайте. Пойдемте, там... Там же кто-то есть. Там свечи там горят. Пошли. Ну что, давайте лучше... Давайте, как холодно. У него можно ждать такой... Минус температура. Поговорим. Здесь плюс пять. Слышь, он сразу сдал. Да. Ну что, идем? Ну дальше идете. Пойдем, сейчас хорошо ставим. Пойдем, сейчас хорошо ставим. Пойдем, сейчас надо ждать. Одни пойдут налево, одни направо. Семен, ну снимай, Семен. Вот красивый, быстрей, Семен, быстрей. Ты мы сейчас... Пойдем, сейчас хорошо ставим. Пойдем, сейчас хорошо ставим. Пойдем, сейчас надо ждать. Одни пойдут налево, одни направо. Семен, ну снимай, Семен. Вот красивый, Семен, быстрей, Семен, быстрей. Ты мы сейчас туда пойдем. У меня одна Семенка. Все, уже ушли, мы ушли уже. Санек, а ты там? Тихо, тихо, не обожгите. Вы стрелочки ставьте, куда идете? Вот, не страшно. Пойдем сюда. А что на пол? На чем они, на этих пещерах? Они, на чем-то... Там кладбище на пол. Чего? А вот, смотрите, еще туда. Ой, я тут тоже развился. Пойдемте туда. Пойдемте прямо. А там, народ, давайте обратно вернемся. Я жить хочу. Да не постит. Нас откопали. Да что, наращайте там вообще ползу в лазер. Да, наращайте, да. А, тайник. Смотрите, дверень такой. Ну как там с... Там есть что-нибудь? Пойдемте. Надпиши какие-то. Кто это с фонариком? Семен. Слушай, пошли туда, где люди могут. А я не хочу, что идти. Ай, аккуратно, если письмо, что тут написано. Ну, разу много. Это могила, Андрей. Это могила, когда написано. Это могила. Люди, мы снег нашли. Народу, идите обратно. Зовут там? Да. Снег? А, нет, это соль. Соль? Да. Это иней. Да какой иней, потрогай. Соль. Класс. Пойдемте, обратно нас зовут. А куда он? Нет, смотри. Класс. А там что? Ой, икона. Где икона? О, это что это такое? Что ты делаешь? Ух ты, горение. Э, вы далеко, а ух ты. Пойдемте, пожалуйста. Сидан снимать. Соль, 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 соль. Смотри. Это соль, да? Да. Куда он тут взялась? А может это какой-нибудь камер? Санек, не быстро ходите, камера не воспринимает. Я ничего не вижу. Загороди его источник света. Давай сейчас вас встретим. Саша света. Вот икона в пещерах. Да, конечно. Сейчас раз, все свечки потухут, и зажигалки нет. Пошли. У меня есть они. У меня тоже. Как мне туда чуть-чуть помышь, чтобы. Сначала. Когда у вас не сливай потолок. Я снял, когда у вас не снижай, что-то соль. Когда у вас не снижай. Смотри. Сейчас так дожди. Рассказываю. 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 Спасибо. Спасибо.